Существует шесть основных способов нейтрализации опасных дронов, и у каждого из них есть свои минусы, за исключением одного. Первый способ – глушение радиосигнала с помощью помех, чтобы дрон потерял связь с оператором и утратил управление. 70% дронов на рынке выпускает компания DJI, которая также производит средства их глушения для спецслужб. Второй способ – дистанционный взлом дрона через радиосигнал воздействовать на уязвимости в программном обеспечении, заставляя дрон приземлиться или разбиться. Однако оба метода имеют ахиллесову пяту. Они не работают, если дрон или радиопередатчик другого производителя использует другую частоту или вообще не нуждается в радиоуправлении. Если дрон не входит в число самых распространенных моделей или работает на другой частоте, с ним ничего не сделаешь. Третий метод – использование мощного лазера, который нагревает поверхность дрона до возгорания. Этот способ эффективен, если корпус дрона выполнен из пластика. Но если корпус металлический, особенно блестящий, для его прожига потребуется значительно больше мощности, и лазер может оказаться бесполезным. Четвертый метод борьбы – направленный микроволновый луч, который повышает силу тока в электронной начинке дрона, выводя ее из строя. Однако достаточно обмотать ключевые компоненты дрона дешевой медной лентой, и он станет практически неуязвимым для микроволн. Микроволновая пушка, способная поджарить дрон на расстоянии двух километров, с медной фольгой справится лишь на расстоянии двух метров, поэтому становится по сути бесполезной. Пятый метод – использование сеток, которые метают в другие дроны. Это полезно, если нужно захватить дрон для экспертизы, но все зависит от скорости и маневренности дронов. Если у злоумышленников дрон быстрее, поймать его будет сложно. Однако есть шестой способ, который эффективен даже против дронов, защищенных от всех остальных методов. Это, пожалуй, самый древний способ уничтожения, известный человечеству – ударить как следует. Этот метод настолько надежен, что компания Андурил создала стремительный дрон с говорящим названием «Энвилл», что значит «наковальня». Он использует кинетическую энергию, чтобы разнести опасные дроны на тысячи кусочков. Дрон был обнаружен еще до взлета, благодаря специальным вышкам с радаром, оптическими камерами и инфракрасными детекторами. Система, использующая машинное обучение и искусственный интеллект, сама обнаруживает все подозрительные объекты, включая каждую птицу в зоне действия. Эта система обнаружения – главное секретное оружие компании Андурил. Наша задача – обнаружить дрон, определить его тип и решить, нужно ли запускать «Энвилл». Если глушение или взлом не срабатывают, мы активируем «Энвилл». Вот он. «Энвилл» тут же устремился к опасному дрону, но, что важно, он не стал его таранить. Вместо этого он занял позицию на 30 метров, ниже цели, и начал точно копировать все ее движения, ожидая команды на атаку. После получения команды «Энвилл» резко взмыл вверх, и, управляемый собственными датчиками, врезался в опасный дрон на скорости около 320 км в час. Возможно, конечно, использовать еще один способ – спуффинг, когда система РЭП подменяет местоположение объекта, генерируя фальшивый сигнал. Например, комплекс радиоэлектронной борьбы Покрова. Ссылка на видео в описании. Однако этот способ скорее относится к первому и второму из уже перечисленных. На этом все. Для продвижения этого видео поставьте лайк, нажмите на палец вверх, а в случае, если еще не подписаны, обязательно подпишитесь и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые обзоры. Напишите в комментариях, видео на какую тему вы хотели бы увидеть. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok